Аплодисменты 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 тоже совершенно недавно в прошедшей жизни, вспоминал, как однажды, выйдя в зале, в большом концертном зале Московской консерватории, исполнять первый концерт для фортепианос-оркестров Петра Ильича Чайковского, как только зазвучали первые аккорды оркестра, вдруг Николай Федорович вспомнил, что у него в кармане смокинга лежит невыключенный мобильник. И он говорит, я не думал ни о Чайковском, ни о тех мыслях, которые я хотел донести музыкой этого гениального мастера. Я думал только об одном – как бы у меня не зазвонил мобильник. Но теперь серьезно. Как-то принято считать, что большая, серьезная и классическая музыка – это удел только в больших, крупных музыкальных центрах и столице. Москвы, Петербурга, Самары и Казани, других крупных городов. Но, вы знаете, с поддержкой администрации Закон Североморск большая музыка стала широко доступна и жителям Мурманской области. Прежде всего, конечно же, североморцам, жителям ближайших поселков. Но по четвертый раз перед публикой выступает профессиональный камерный оркестр «Баринс Кабират», художественный руководитель Андрей Рейн, Москва. В составе оркестра представлены музыканты Бурманской области, конечно же, ваши земляки и североморцы, а также профессиональные музыканты, преподаватели из Ленигорска, Снежиноборска и, соответственно, ближайшего города-побратима, североморского города-героя Мурманской. Маленькие зрители со своей картенью будут вознаграждены во второй части, во втором оттерении нашего концерта, когда прозвучит симфоническая сказка Сергея Прокофьева «Гнете и болт». А в первом оттерении будет звучать классическая музыка, аркестровая музыка XVIII века. Католический священник Антонио Бивайди, конечно же, в широтой публике больше известен как великий итальянский композитор, виртуоз, скрипач, турижор и талантливейший педагог. Все свои самые известные произведения Антонио Бивайди написал для струнных, конечно, поскольку сам публик, в воздействии, скрипачок, естественно, для скрип. Сегодня вашему вниманию предлагается несколько иное сочинение автора. Концерт Антонио Бивайди для двух труб и струнного оркестр. Исполняю лауреат международного конкурса Сергей Горбачев, лауреат международного конкурса Антон Киселев, дирижер, лауреат международного конкурса Андрей Скороходов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Имя выдающегося австрийского композитора Франца Йозефа Гайдена в XVIII веке гремело на всю Европу, но прежде всего потому, что Гайден был родоначальником симфонической музыки. И хотя он был родом из музыкальной семьи, в профессиональном отношении слова из семьи обычного коллектива, его родители сами находились музыцированные и занимались вокалом. Именно поэтому сумели различить в маленьком Франции музыкальные способности. Я думаю, самой большой гордостью их родителей было, что в том XVIII веке музыка Гайдена звучала на всех концертных площадках, во всех императорских дворцах того времени. И в том числе именно Гайдену были заказаны монархами именно самым обучественным в то время государством Европы, Германии и Австро-Генгии. Я думаю, родителям это было очень случайно степриятно. Но, конечно, все-таки нам, как композиторам, Гайден был очень известен как симфонист. В сегодняшнем концерте прозвучит концерт для фортепиана с оркестром «Соль-Мажор» в трех частях. Для неиспушенной публики я должен заметить, что когда ведущая объявляет, что концерт исполняется в 3-4-5 годы до 9 частей и больше, это значит, что концерт, симфония, соната или иной другого музыкального произведения исполняется без перерыва. То есть, извините меня, без перерыва на аплодисменты, поскольку перерывы между отдельными частями того или иного концерта вызваны с тем, что музыкантам просто необходимо физически перелистнуть нотную страничку, а в том числе потому, что каждая часть концерта отличается по своему темпу, по характеру тех или иных музыкальных областей. Итак, концерт для фортепиана с оркестром франца Йозефа Гайдна «Соль-Мажор» исполнители, лауреат международных конкурсов Руслан Рудометов, Мурманск, дирижер, лауреат международного конкурса Андрей Скорозов. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон.